Сейчас я вам покажу что-то интересное. Нет, это не чайка, вы не поверите. Молодцы, ребята. Хочу, но я боюсь. Но здесь милка. А помахать? Гребите, гребите. Молодцы. Молодцы. Местные жители. Нет, люди тоже местные. Они, видимо, любят это дело. Они знают, что они уже в культуре. Ну-ка, уже в культуре. Ну да, они, наверное... Сейчас выяснили, что я это может плохую? Нет, нет. Так здорово. Боже мой, вообще для Магадана это так непривычно встретить вот таких сплавляющихся людей на реке. Так, серёжка тут собирается. Что? Вот что. Опа, серёжки. И это не первые были сплавляющие люди. Только вот недавно я делала фотографии, снимала, как народ сплавляется по реке. Здорово, правда же? Сказать, что она грязная, это не сказать, что... Ну и же её мыть надо. Ох, это ещё немножко, пару минут вам кайфа нашего. Магаданскова. 21 июля 2018. Повторюсь, мы выехали на природу. Сегодня где-то восьмой день лета в Магадане. До этого было два дня. Два дня в июне. 24-25, когда был праздник Ивенского Нового Года Хэбденек. Я снимала. Здесь вот буквально недалеко. Вот повыше чуть-чуть там дорога идёт. Наша стояночка. Я уже её показывала. Друзья подъедут после обеда, потому что они работают все. А мы уже отдыхаем. Сделали небольшой выходной. Потому что надо ловить солнышко в Магадане. Оно уйдёт завтра. Вот буквально вчера был очень хороший день, но мы были на работе. И сегодня. И так как выходной день, мы ловим солнце. Кому это знакомо? Кто любит такие дни? Особенно у нас. Вообще лето в этом году паршивое. Восемь дней за почти два месяца. Это очень мало. Как хочется окунуться, попробовать эту воду. Рукой можно, но ногой я не буду. Она ледяная, естественно. Она же течёт всё-таки где-то там. Высоко. С гор, с сопок. Чистая-чистая вода. Чем отличается природа Магаданской области от других мест? Она не такая загаженная. Она, можно сказать, действенно чистая. Кстати, у нас и медведи ходят уже который год по сопкам. Бывают очень неприятные, нехорошие случаи встречи с людьми. Ой, рыбы много. Год на год не приходится. Но в этом году, говорят, немного. Икра уже дорогая. Потому что мы не можем половить рыбу для ловли. Рыб нужна лицензия. Лицензия стоит дорого. Заплатить 800 рублей, чтобы постоять здесь с удочкой. Я, например, не могу себе на пенсии это позволить. Я считаю, что это очень дорого. Вообще, местные жители должны ловить рыбу сами, без всяких лицензий. Я так считаю. Конечно, очень много браконьерничают. Ловят рыбу, выкидывают, спарывая животы. И заготавливая, продавая икру. Естественно, это свинство, скотство. Но для простых людей могли бы сделать исключение, если ты ловишь на удочку. Почему нужна какая-то лицензия? Я живу всю жизнь в Магадане. Ну, пусть я не народная с севера, у которых есть какие-то льготы. Но я тоже имею право половить рыбку. Правда же? А так приходится ее покупать. И покупаем ее уже без икры. Споротую. И очень жаль, конечно. Ой, я вам много наболтала всякой ерунды. Пойдемте на полянку. Еще немножко солнышка. И вот цветы всякие. Цветы для нас радость, потому что у нас до сих пор в городе на клумбах они еще не выросли. Они просто посажены. Но так как было очень холодно, были дождики, вообще была температура очень холодная. Не везде они распущенные, не везде они распушенные. Вот только на природе настоящие, естественные и натуральные. Мы пока в ожидании шашлыков. Лускаем семечки. И просто дышим свежим воздухом. Кстати сказать, по-моему это был и рис. Но он закончился. Я что-то прозевала. Этот период мы, наверное, просидели дома. В общем, вот так у нас здорово. Насладитесь. Вы чувствуете, какой воздух? Свежий, свежий. Чистый, чистый. Все-таки у нас очень, очень, очень чистые реки. Чистый воздух. Незагаженный. А там я вижу, ой, жаль, что я не могу вам показать. Там среди деревьев, прямо далеко-далеко на камне, среди воды сидит чайка. Ну, точно рыбу ловит. Ладно, не видно. Так, все, в очередной раз со своим прощаюсь. Надеюсь, может еще что-то будет интересное. И я вам покажу. Продолжение следует...